Саша Митрошина называла себя феноменом. Она, я думаю, не тупая. Это человек вообще? Или это все-таки проект? И что самое интересное, люди осуждают, но они все равно подписаны, они все равно смотрят. Как можно необычно, креативно продвигаться без вложений? Ой, можно я не буду прикрыто говорить? Да, я заработала уже 60 миллионов. Не все просто имеют возможность быть смелым. Это твой и мой пропуск Всем привет! На Russian Music Box в интернетах, во вселенной пропуск. Новый формат. Экспертный, авторитетный, современный. В общем, все, что вам нужно для того, чтобы достичь своих высот, миллионов продаж. А со мной главная женщина, первая женщина, единственная нашей вселенной пропуск. Я, конечно, не отдам, но она Ева, потому что она из моего ребра. Ева Раздобреева, человек, исполнительный продюсер, с которым все мечты исполняются. Ты знаешь, после такого представления, я даже не знаю представить, из чего ты у меня, но я точно знаю, что ты из креатива. Я точно знаю, что ты из звездной какой-то истории. Георгий Ивашенко. О, спасибо! Но главное, что в нашем шоу «Эксперт» тот, без кого не мог этот выпуск состояться, это Катя Абзолилова, человек, который может продать все, что угодно. И прямо сейчас мы это выясним. Катя, ты продажник, продай прямо сейчас себя. Я эксперт по продажам, эксперт по продажам именно в Инстаграм, хотя я уже 6 лет в маркетинге, начинала с продажи различных услуг разным сегментом, от 50 тысяч до полумиллиона. И я пришла в Инстаграм после опыта ведения своей юридической кампании, привлечения туда клиентов. И этот опыт подсказал мне, что многие Инстаграм-эксперты, кто хочет развиваться в соцсетях, не знают о крутых методах продвижения и привлечения аудитории. И вот как раз я зашла с этим опытом, показала, как можно необычно креативно продвигаться без уважений и произвела фурор на рынке. Меня назвали феноменом, и это помогло мне выйти на миллион в месяц в первый же год и сделать очень крутой экспериментальный запуск без лица просто на текстах, на смыслах на 10 миллионов. Мой опыт показывает, что продавать можно как угодно и кому угодно, нужно просто знать основные крутые фишечки. Продажей, которой ты больше всего гордишься? Наверное, я больше всего горжусь моим запуском на 10 миллионов без лица, когда я продавала чисто на текстах. Весь рынок тогда не понимал вообще, как это возможно в эру личного бренда, в эру продаж именно личности, но я показала, что все реально. Главные этапы продаж? Основные этапы продаж, я думаю, везде одинаковые. Это установление контакта в первую очередь, после этого анализ точки А и трансляция человеку, насколько она ужасна и к чему она может в итоге привести. После этого мы разбираем точку Б человека, даже точку С, обязательно повышаем осознанность, даем вкусный оффер и доводим до покупки. Какие бытовые ежедневные продажи существуют? Вообще у каждого человека в жизни, мне кажется, постоянно происходят бытовые продажи. От продажи полезного завтрака своему ребенку до продажи какой-то идеи своему начальству. И, по сути, все они проходят вот эти вот маркетинговые фундаментальные этапы продаж, но не все мы это замечаем. И как мы можем с этим работать? И вот как раз у себя в контенте, в своих продуктах я учу именно бытовым продажам. Как тебе удалось продать себя Саше Митрошиной, которая совершенно необычным образом назвала тебя феноменом? Бесплатно, как я понимаю. Катя, платил или не платил? Признавайся. Нет, в том-то и дело, что для меня это было шоком. Мне об этом... Я вообще лежала в кровати, смотрела сериальщик, и тут мне... Это была конференция Инстапрожектор, я на ней сама не была. Мне звонит, то есть пишет моя подруга тоже, коллега, говорит, Катя, а тебе сказали на Инстапрожекторе, Саша Митрошина назвала тебя феноменом. И я такая, как что вообще, как такое могло произойти вдруг ни с того ни с сего? Действительно, это было... Я с ней не знакома, с Сашей Митрошиной мы вообще не общались, но у нее была именно моя экспертная тема, она не рассказывала, и она привела меня как пример эксперта, который достиг успехов. И плюс она еще мою ученицу привела как пример. То есть для меня это вдвойной такой прям уважуха и респект, что не только меня, но и моих учеников. А ты какую-то заявку отправляла или что-то заполняла? Нет, вообще... То есть она просто выбрала тебя рандомно? Просто, да, да, да. То есть я в свое время действительно навела шуму, действительно обо мне рассказывали очень многие. Я была одна такая, можно сказать, поэтому, наверное, да, услышала обо мне. Ну давай сразу тогда расскажи, что за шум? Ну я зашла именно с темой бесплатных методов, то есть маркетинга без вложений. То есть как набирать... Это же всегда больная тема у людей. Как привести себе аудиторию, которую можно продать? Да, у всех же... Как это же нужно вкладывать деньги, а у меня их нет. А тут, соответственно, пришла я, которая показала, как это можно делать. И до этого никто об этом не говорил. Все говорили, что бесплатные методы умерли. Работают только таргеты и платные посевы. Я показала как можно по-другому. И я там очень быстро, там, за три месяца набрала 10 тысяч, пришла к 50. И вот сейчас у меня уже почти 100 тысяч подписчиков. И люди, конечно, были в шоке от того, как это работает, учитывая, что никакого хайпа у меня не было. Я не выходила лицом. У меня был чисто прям такой вот... И попой, как метрошина тоже. Да-да-да-да. Ничего такого не было. И они такие, как же это все так работает? И все были в шоке. И как раз видно, это и произвело такой определенный шум. Ну что, мы переходим к основной части, в которой мы обсудим твоих коллег, известные кейсы, твое мнение, экспертное заключение. Сергей Косенко, известный блогер, специалист всего на свете. Меняется ли твой взгляд, отношение к людям с точки зрения зрителя и эксперта, с точки зрения человека в индустрии или наблюдателя? Можешь определить, что работает на аудитории, а как ты оцениваешь человека именно с точки зрения профессиональной? Ну, очень часто, конечно, это все сливается, потому что, когда человек делает определенные поступки, которые его транслируют с нехорошей стороны, конечно, мне и как к эксперту, и как к человеку сразу идет отторжение. Все равно сливается. И я думаю, у всех так. Но просто есть определенная модель, когда нужно привлечь всех, неважно кого, на любой инфоповод, и продать абсолютно все. То есть есть люди, которые действительно продают все. Они могут сделать любой продукт, и они вывозят чисто на инфоповодах, на хайпе, на личном бренде. Все. И для таких людей действительно вот такие инфоповоды, которые, казалось бы, для обычного человека это просто взрыв мозга, для них это все работает. Ну, как ты считаешь, вот все средства хороши, вот ребенка, все гроб, вот эта вот история, да? И остальные у него там просто список бесконечный. Каждый раз, открывая там эту социальную сеть, ты не знаешь, что там будет. И что самое интересное, люди осуждают, но они все равно подписаны, они все равно смотрят, они все равно покупают продукты, если там заложена определенная интрига, да, что в этом продукте тоже будет что-то такое с перчинкой. И действительно это все работает. Я считаю, что если человеку нравится такое, если он получает это удовольствие, он развлекает сам себя, то почему бы и нет? Тут просто как бы главное, чтобы не навредить жизни, да, вот ребенок, чтобы не пострадал. А там как бы уже выбор людей. Они же могут отписаться, они могут не смотреть, но они смотрят, значит им нравится. У меня такое ощущение, что вопрос не в самом действии, а вопрос в том, что команда Сергея не проработала сценарий, какую-то логическую последовательность. То есть я бросил ребенка в снег, чтобы что? Он, по сути, это все сделал для того, чтобы потом продать свой курс парилс. Что ему нужно для того, чтобы продать свой курс парилс? Ему нужны просмотры. Как можно получить просмотры? Сделать что-то, что будут пересылать другим, говорить, господи, какой это ужас, вообще как так можно? Ну, что, что, можно вот как раз сделать вот этот поступок. Он это сделал, он надеялся на миллионные просмотры, он их, я думаю, получил, возможно, не в том объеме, в котором хотел, и он хотел в будущем потом привязать-то к тому, вот смотрите, какой я крутой рилс-мейкер. Приходите ко мне на курс, буду вас учить делать то же самое. Тогда нужно следующий курс, что делать, если ваш рилс на миллион удалили. Ну, рилс-то на самом деле так себе, да? То есть вот в чисто технической точке зрения рилс-то так себе, будем честными, да? Мне, знаешь, наверное, хочется все-таки узнать немножко про другое и про тебя. Вот для тебя вот так цинично, вот это этично продавать? Да, нет, конечно. То есть тебе такое не подходит? Нет, нет. Я считаю, закрываем тему Косенко. Все, мы идем дальше. Катя не такая. Перейдем к его даме. Да. Для меня, вот честно, для меня его дама – это абсолютно спродюсированный проект. Если еще учесть, что она появилась в момент пандемии, люди устали зарабатывать, люди начали отдыхать, она появилась с очень классной темой в виде духовности, медитации. Ну, классно же, сидишь дома на диване, типа не бездельничаешь, а такой себя познаешь. И вот как ты считаешь, вот первый вопрос у меня – это человек вообще или это все-таки проект? Я считаю, что это все-таки человек, потому что она начинала тоже с твердого, она начинала опять же с маркетинга, у нее был курс по маркетингу, по личному бренду у нее был курс, она апеллировала тем, что она работала с известной сетью ресторанов, то есть она была такая твердая сначала, да. А потом уже, наверное, она переняла опыт своих коллег, которые продавали воздух, исполнение желаний и все остальное. Зачем работать и проходить вот эти все фундаментальные истории с маркетингом, если можно сказать, что на все это я заработала не своими знаниями по тому, как увеличивать аудиторию, по тому, как работать с прогревами, а я просто намедитировала. Ну, естественно, на это человек пойдет намного лучше. Поэтому здесь, мне кажется, просто такой вовремя сделанный стратегический шаг. Или вовремя пришедшая команда. А как понять, когда нужно менять команду? Потому что я, как креативный продюсер, смотрю на нее, и людей похожи, не по концепции. Ой, можно я не буду прикрыто говорить? Ну, она же как будто была... Ладно, окей, не одна ее образ. Но это же тупица, тупее быть не может. Почему такой стереотип работает, что люди, которые транслируют медитативность, какой-то подход, эмпатичность, они как будто бы выстраивают в себе имидж тупиц? Потому что очень правильно показывать себя, как ты говоришь, недостаточно умной. И почему это правильно? Потому что человек смотрит, что много денег, есть все. Много денег есть, а мозгов много нет. Вот, замечательно, это же, вот, у меня тоже успех нет. Отлично, значит, это мне подходит. Если бы она была умной и начитанной, и все это транслировано, подумала, ну, значит, там не только медитации сработали, там еще все-таки в голове-то есть, а у меня-то как бы нет, что мне тогда покупать, мне не поможет. А тут видит, что, ну, все, значит, именно медитации сработали. Я иду, я покупаю за 77,777, вот эти вот задвоения цветов. Там уже 3, 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 3. То есть как раз на это и направлено, что у человека стереть все возражения. А как ты видишь, вот, как продажник, как ты видишь развитие, или какие бы видела пути, что могла порекомендовать? Или как зрители, вот если наблюдать за ней, что бы ты хотела от нее видеть в виде продуктов? я так думаю что с рождением ребенка на сто процентов пойдет в какую-то материнскую тему и сто процентов будет это все использовать чтобы как раз этим колыбельные белые да 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 в музыке как они говорят очень много денег поэтому да вот сто процентов она пойдет туда и поэтому я даже как бы не буду ничего предлагать она уже сама все знает давайте к мамочке перейдем к этому мамочка 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 наша любимая лерчик она выбрала такую классную модель подачи как мне кажется у нее вот это вот ее бренд он упакован в бирзовую упаковку что на мой взгляд говорит вообще о двух вещах то первая вещь что это некая причастность к люксу и вторая история мне кажется есть несколько вариантов управления и есть красное управление это самое сложное это вот армия это там где четкая структура и самая легкая самая кайфовая самое такое вот где каждый равный равному все друг другу братья это бирюзовый управляетный ментол бирюзовое управление плюс даже в жвачке это используется что если бери мята то это за сближение можно целоваться и все остальное ну что касается управления я точно думаю что так глубоко она не копала но что касается да 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 земляков вот сопричастности к люксовом бренду который в принципе цвет вообще не замыленную не часто встречается но встречается у люксового бренда туда вот сто процентов она по моему даже мне кажется об этом как-то говорил не пришла ли смерть вот этому тренду на бесконечный люкс на бесконечное присоединение к западным этим маркам не пришла не пришел ли новый тренд на то чтобы быть проще но есть такое понятие как конечно спиральность трендов естественно что в рамках там каждых трех лет что-то меняется опять возвращается что-то новое тут уже если чувствуется что людям это надоело конечно нужно быть смелым и идти в новое как ты говоришь да быть простым не 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 ехать на это дохлой кобыле но не все просто имеют возможность быть смелым здесь у меня возник такой вопрос вот сейчас по ходу как будто бы когда человек много продает есть два пути первый путь когда ты выгорел устал но здесь ты можешь восстановиться немножко прийти в себя и вот уже на новой волне вас новая история продавать есть второй путь когда люди в какой-то момент начинают как будто бы отлетать и есть очень плохие примеры этой истории когда становится какая-то сектантская как будто бы история знаешь как миссионерская человек начинает сходить с ума и пытаться захватить все вот условно тоже блиновской изначально началась все безобидно ну потому что да опять же вот то же самое как мы обсуждали историю там с ребенком и снегом когда человек уже на таком вот конвейер выпускает вот эти вот все моменты хайповые истории мне уже это все ни одна момента произошло она продавала свой продукт который казалось бы как ты говоришь был безобидным но для продажи она использовала вот различные хайповые истории она я думаю не тупая она анализировал что заходит лучше а что конкретно сейчас продала вот сейчас у меня продажи прошли на такое то количество денег что я задействовала если там возникла какая-то история с деторождением но условно так действительно совпало что какая-то женщина сказала что да я забеременела благодаря твоим ого какой отклик получила сколько ответов директ и все это берется в работу то есть это на самом деле такая история очень сильно ну незаметная поступательная это очень сложно отследить где вот этот момент наступает точка невозврата до рубикон когда ты уже но действительно отлетел а как с этим бороться то есть какие могут быть правила у продажника вот у тебя есть свои личные но у меня данные так сложилось что у меня в принципе команда все люди очень адекватные которые работали ранее тоже в проектах очень твердых и у них такой опыт именно такой вот цифры стратегии действительно работающие вещи как понять что ты уже продажник когда ты продаешь когда ты отслеживаешь что ты вот сейчас даже в рамках какой-то бытовой продажи у тебя получилось впихнуть то что человек например не хотел да ну ты ему доказала и он это купил что больше всего продается лучше всего продается как я говорила уже наверное волшебная таблетка когда что-то дает возможность прийти к результату быстрым способом без каких-то усилий продавать через любовь или через ненависть определенно через любовь потому что это как раз вот долгосрочная стратегия увеличения прибыли через ненависть вы можете продать но продать сейчас а продадите ли вы потом это уже большой вопрос топ-5 признаков опасного продажника у кого не надо покупать я думаю что не надо покупать у тех людей у которых меняются ниши меняются продукты очень часто и видно что человек просто подстраивается под тренд без обоснования этим своей экспертности вот не нужно покупать тех кто идет как раз на такие вот хайповые инфоповоды ущемляющие интересы права определенных круг ну определенного круга лиц и не нужно покупать у человека которым сита нет доступа нет контактов невозможно до него достучаться тут уже понятно что человек не настроен на долгосрок в рынке возможно он скоро испарится поэтому здесь нужно прям вот с вниманием отнестись кому продавать нельзя клиент кто он кому-то не продаж я считаю что продать можно всем но при этом твои продажи должны повысить осознанность человека то есть когда ты продаешь человеку но он при этом не дошел до вот этого точки трансформации когда он не принял решение когда ты ему условно втюхиваешь свой товар а он покупает просто из-за того чтобы пожалуйста только отстань вот да с таким клиентом будет тяжело потому что такой клиент в итоге скажет он же остался на том же уровне осознанности он скажет верните мне деньги не хочу работать пожалуйста хочу свою старую жизнь а когда во время продажи мы повышаем осознанность и действительно человек хочет меняться то с таким клиентом вы достигнете результата даже если этот человек условно там какое-то тяжелое в общении какие тренды в продажах на двадцать четвертый год для продажи я считаю что будет тренд на многоканальность то есть это когда мы с аудиторией взаимодействуем прям по всем возможным каналам это инстаграм это youtube это telegram это email рассылка то есть email это по сути новая социальная сеть очень многие ее не задействуют она работает отлично и конечно же это медийность вот те кто будут идти вот в многоканальность они будут получать наибольшее количество денег ну и конечно же работа с длинным контентом то есть когда мы умеем одну единицу контента разделить на все и с каждой условно площадки выжать максимум вот это вот тренд который сейчас будет все больше больше расти и вон как раз вынесет с тех кто ну к сожалению сможет играть катя какие у тебя планы на этот год по запускам по продажам вот ты пробила планку 10 миллионов может быть 100 пока кто-то пробивает но ты прыгаешь да я заработала уже 60 миллионов в инстаграм и в этом году или вообще в целом нет вообще в целом и хочу вот в этом году до сделать как раз вот эту сумму за один год ну что мы тебя благодарим за сегодняшнюю встречу мне кажется это было очень продуктивно полезно интересно ты настолько вот искренне настолько располагаешь к себе что я бы у тебя все купила катя абзолилова наш эксперт по продажам и очень приятно было пообщаться встретиться очень классно ты такая энергичная и ведешь за собой это кстати очень манящее и на этом я как исполнительный продюсер говорю стоп мотор и